Дядя Соня Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня выполняю обещание. Та самая похмельная луковая солянка. Этот рецепт в мой дом принес бывший муж, и мы всегда варили ее 31 декабря. И хоть я в Новый год уже давным-давно не пью, но солянку, тем не менее, 31 декабря варю обязательно. Это один из тех супов, который из разряда вчерашний борщ будешь, приходи завтра. Итак, у меня на плите потихоньку булькает говяжий бульон из хвостов, а я буду готовить заправку к своему супу. Смотрите, примерно так. На 3 литра жидкости я возьму 800-900 грамм лука, 1 морковь, 1 картошину и немного для нажористости добавлю фасоли. Фасоль у меня в томатном соусе. Итак, сразу беру большую сковороду, наливаю туда масло растительное и начинаю нарезать лук. Лук мне нужно нарезать достаточно толстыми такими полукольцами, примерно полсантиметра толщиной. То есть мельчить здесь совершенно не нужно. Сразу же отправляю это все в сковороду. Посмотрите, как много лука у меня получилось. Не бойтесь, именно столько нам его и нужны. Лук шкварчит, а мы с вами натрем морковь на крупной терке. Если у вас есть терка какая-то еще более крупная, это будет прекрасно. Возьмите самую-самую крупную терку, которая есть в вашем доме. Дам луку с морковкой обжариться. Лук такой, золотисто-прозрачный цвет должен приобрести. Пусть себе жарится. Я тем временем нарежу картошку и отправлю ее в блюдо. Пусть уже себе варится. Картофель нарезаем хаотично. Здесь не нужен порядок. Достаточно крупными кисками. И все это в наш суп. Если у вас есть тушеные грибы, запарьте грибы и тоже отправьте в суп. Совсем не помешают. А я тем временем приготовлю томатную пасту. Томатной пасты где-то на каждый литр бульона. Такую большую, добрую, столовую ложку с горкой. Посмотрим, сколько у меня получится. Это по весу. Каждая баночка у меня 100 грамм. Я думаю, что 2 баночки у меня уйдут. Лук начал приобретать некую прозрачность. Здесь, посмотрите, я освобождаю место для томатной пасты, чтобы немного ее прогреть на той же сковороде. Итак, примерно 3 столовые ложки с горкой. Да, как и говорила, 200 грамм. 2. И вот из остатков получится третья столовая ложка. Пусть прогревается наша томатная паста. Сразу на нее это чайная ложка сахарного песка. Чайная ложка с горкой соли. И черный перец. Я использую крупного помола. В принципе, вы можете использовать любые специи, которые вы любите здесь. И начинаем вмешивать томатную пасту в лук. И как я вам уже сказала, в этом году хочу для нажористости использовать томатную фасоль. В томатном соусе. И посмотрите, вот такая она у меня красивая. Пару ложек фасоли я сюда отправлю. Вместе с соком. Знаете, фасоль в зимних супах, она всегда очень неплохо себя проявляет. Поэтому я не заморачиваясь, очень часто ее добавляю в супы. Все, мои дорогие. Заправка для нашего супа готова. Сейчас я поменяю местами кастрюлю со сковородкой. И положу это все в бульон. Вот такой густой наваристый суп. Посмотрите, практически ложка стоит. У меня получился. Накрываю крышкой. Уменьшаю жар на маленький огонь. Накрываю крышкой и ждем. Я подожду, когда сварится картошка. После этого попробую на специи. Добавлю обязательно лимон. Причем таким большим кусочком. И лавровый лист дам прокипеть еще минут 5-10. И моя солянка будет готова. Друзья мои, прошло 20 минут. Картофель у меня уже сварился. Я попробовала суп. Мне не хватает немного соли и остроты. Что я всегда могу добавить в последний момент. Еще пол чайной ложки соли добавлю. Как и говорила, такой хороший кусочек просто лимона. Вот такую толстую дольку я отрезала. Положу лимончик. Лавровый лист. И чуть-чуть острого перца. Вот буквально. Ну, я очень не люблю. Вы смотрите на свой вкус. Вот буквально такой на кончике ложки ножа. Перемешала. Еще 5-10 минут. И выпечаю. Будем пробовать. Хотите, добавьте майонез. Если вы едите молочное с мясным, можете добавить сметану. Можете добавить какой-то зелени сюда. Мне, честно вам скажу, ничего не надо. Вот просто тарелка соляночки. Причем завтра она будет еще вкуснее. Это я вам гарантирую. Ну, а сейчас просто попробую вот этот лук. Понимаете, нам всем кажется, что мы не любим вареный лук. Он получается здесь какой-то не очень вареный. Он дает именно ту самую кислинку, за что этот суп мы прозвали в принципе похмельным. Итак, кусочек мяса, фасольки. Это кислинка, которую дает лук, которую дает томат. Вкусный, насыщенный бульон такой, богатый. Это очень и очень здорово. Друзья мои, приготовьте. И 1 января я вам гарантирую, вы скажите мне большое человеческое спасибо. А вас всех с наступающим. Много не пейте, чувствуйте себя хорошо, празднуйте. И пусть следующий год будет гораздо удачнее, чем этот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok